Всем привет! В своё сегодняшнее видео я хочу начать именно с вот этого лосьона. Лосьон 572 марки Seahead. Точно такая же марка этот производитель, что это расчёски. Расчёску я вам уже показывала, хочу показать сейчас лосьон. Итак, этот лосьон для пробуждения луковиц и восстановления волос. От японского бренда, как я уже сказала, Seahead. Предназначен он для стимулирования роста волос, питания, профилактики истончения и выпадения волос, в том числе и болезни в постпартовой период. Средство снимает чувствительность, предотвращает появление перхоти и зуда. Во-первых, почему я приобрела? Потому что у меня есть расчёска. То есть после того, как я буду использовать это средство, я буду пользоваться расчёской. Вот это мне понравилось. Второе, это то, что это не ампулы тяжёлые. Например, есть такие ампулы, которые вызывают покраснение, жжение. Я не хотела ничего подобного, хотела что-то очень лёгкое. И этим лосьон меня привлёк. На самом деле он таким и оказался. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот, так выглядит этот лосьон. И он не вызывает никаких неприятных ощущений. Очень мне он этим понравился. Наносится очень удобно, легко. Здесь сразу же дозатор есть. Кручу, покажу. Правда, иногда можно нечаянно налить больше, чем нужно. Но я стараюсь этого и не делать. Он не имеет какого-то ярко выраженного запаха. Он есть определённый, но такой ненавязчивый. На волосах он не остаётся, не пахнет. И самое главное, что он не вызывает абсолютно никаких реакций. Он не жирный. Этим мне он тоже нравится. Волосы перестали выпадать сразу. Но я должна сказать, что, конечно, это не по поводу конкретно этого средства. Волосы перестают падать практически от любого средства, которое имеет вот такую направленность против выпадения волос. Но я надеюсь ещё и на рост. В общем-то, это сыворотка. И она ускоряет кровообращение в коже головы. Наполняет ткань кислородом. Ускоряет процесс рост волос. Здесь и экстракт бурых водорослей, который увлажняет и стимулирует клетки. Экстракт арники. Снимает воспаление, успокаивает кожу. Но, честно говоря, ничего такого у меня нет. Воспаление мне не нужно. Но кровообращение ускорить, конечно, не помешает бы, потому что у меня остеохондроз. Здесь ещё и экстракт из зверобоя, шалфея. И антибактериальное действие оказывает этот лосьончик. В общем, он мне понравился. И его не нужно смывать. Есть такие средства, которые нужно смывать. Но для меня это слишком утомительный процесс. Помыла голову, голову мою каждый день, потом ещё и смывать. В общем, это мне не подходит. А вот этот очень понравился. Такие вот у меня средства для роста волос. Очень люблю, кстати, эту расчёску. И она помогает усиливать кровообращение, потому что наносишь лосьон, потом расчесываешься вот этой расчёсочкой. Довольно долго я это делаю. И её легко и можно использовать в душе. Она для этого и предназначена. И у неё очень удобная ручка. То есть дизайн эргономичный. Лосьон я наношу сразу после принятия душа, после того, как помыла голову. Просто на просушенные полотенцем волосы по проборам наношу. Потом втираю массажными движениями. И уже приступаю к укладке. Рекомендуется использовать два раза в день, утром и вечером. Но я, честно говоря, делаю чаще всего один раз только утром. Редко, если вспомню, вечером тоже. В общем, вот такое вот средство, которое приобрела на рандеву. Могу вам уже рекомендовать, потому что оно практически закончилось. Так на свет не видно, но его где-то вот так вот осталось. И мне очень понравилось тем, что не вызывает никаких реакций, и что волосы сразу перестали выпадать. Не забывайте про мой промокут на рандеву. С ним будет гораздо выгоднее заказывать любое средство, не только это. Следующее не менее интересное средство, которое я вам показываю, от Марии Галант. 812, это тональный крем в цвете номер 30. Называется тональный крем, но по сути это флюид. Написано, что это уникальная флюидная текстура. Для сияющего цвета лица, увлажнения и комфорта кожи в течение всего дня. Я покажу вам его нанесение сегодня. Наносится на очищенную кожу, увлажненную, легкими разглаживающими движениями. Давайте покажу вам, как он выглядит, потому что он тоже очень симпатичный. Вот так выглядит тональный крем, он с пипеткой. Мне он очень понравился, потому что он легкий. Но подружилась я с ним не сразу, в принципе, об этом я расскажу вам в видео, когда буду показывать его. Но я все-таки подружилась, смогла. Знаете, я его открою, покажу. А сначала нужно стряхнуть. Я обязательно стряхиваю все такие средства, чтобы все компоненты, которые находятся внутри тонального, заработали. И нанесу его на кожу. Вот такой вот оттенок я выбрала, потому что я планировала загорать, но до сих пор не была на море. Но очень надеюсь, что я еще там буду. Оттенок очень красивый, он очень-очень легкий. Давайте вот так растушую, покажу. И я вобью его пальчиками. Смотрите сразу, какое сияние. Еще даже не успел он впитаться, но сияет. Вот такой тональный. Сейчас он немного темноват для моей руки, но опять-таки я, потому что совершенно не загорала. Мои предатели вены не дают нормально посмотреть. Вот я думаю, что понятно, какой он красивый. После того, как он садится, он уже не дает такого влажного свечения. Но летом это и хорошо, потому что кожа и так, например, у меня становится более жирной летом. Мы можем потеть. И вот такой тональный как раз делает нашу кожу идеальной. Давайте перейдем к просмотру. Покажу нанесение его. Итак, сегодня я буду показывать не макияж, а тон. Ну, первое, что я делаю, это всегда использую бальзам для губ. У меня Revive, мой любимый. Мне кажется, так красиво не подчеркивает губы ни один бальзам. Макияж я хочу сделать такой антивозрастной и летний. И для этого я буду использовать свой любимый сейчас консилер Tarte. Ну, у меня и много любимых консилеров. Три. Sisley, Beckham и Tarte. Тарт новый. Совершенно не думала и не планировала вообще его брать. Сделаем. У меня есть детская фотография. Вот прямо одно лицо сейчас. Вот такая дурацкая прическа. Мне неправильно постригли челку в этот раз. Ну, что делать, отрастет. У меня оттенок 16N, но я скажу, что он очень белый. Просто вот прямо белый. И 12, и 16 они белые. На лето я, конечно, возьму себе еще и 20B, скорее всего. Я чуть желтенький потон умеет. Мне нужен нейтральный, я возьму 20S. Но у них такая разница минимальная. Еще есть 27, прямо для загорелых. Очень цвет мне тоже нравится. Если я загорю в такой степени, может быть, его возьму. Приступаем к нанесению. Я наношу прямо довольно плотно. Ничего страшного. Это так, как антивозрастной макияж. Видите, я вот сюда делаю такую елочку, чтобы подсветить те участки, которые старят. И я использую всегда Beauty Blender. Мне очень нравится, как он распределяет. Мне, конечно, удобнее смотреть сюда, чем в телефон. Нужно наносить правильно консилер. Именно вот прямо в складочку туда. То есть вот этот вот навес, который существует, его нужно подсветить. Потому что если вы сделаете вот сюда, это наоборот усугубит еще больше. И будете старше выглядеть, чем есть. И вот здесь. Можно закрыть глаз и продолжить вот сюда, чтобы была еще и база. После такого нанесения именно Beauty Blender. Может показаться, что не хватает консилера. Тогда можно отдельно на какие-то участки еще добавить. И уже пальчиком распределить. Но я все равно не делаю так. Я делаю блендером. Для меня достаточно. Но сейчас вам покажу просто, чтобы вы понимали, что и так тоже можно. Мне очень нравится этот консилер, потому что его не нужно поправлять. Он не влажный, не сухой. Просто вот идеальная у него текстура. Потому что летом и так кожа довольно жирная. Или под солнцем начинает течь тональный. А вот он как-то очень правильно распределяется и не течет. Стойкий. Я вот не знаю, как сейчас будет выглядеть тон, потому что тон у меня довольно темный. У меня 30 Мария Галант. Мне интересно его вместе с этим консилером нанести. Взболтаем, так как все, что с пипеточкой, я люблю взболтывать. И нанесем. Его распределять я буду, наверное, своей любимой кистью. Герлен. Так, делаем так. Набираю в пипеточку и прямо вот так вот на кожу. Я вообще не загорела. Я совершенно не загорала. Ни один раз не была на море. Вот такая вот я, человек, который живет по 10 минутах от моря. Да нет, даже 5 наверх. Так, распределяем. Легко он разносится. Вот, знаете, пальцем мне он не понравился. Пальцем не так как-то наносится. А вот этой кистью очень хорошо. Он легкий. Очень. Легкий. Очень тонкий. Хорош для идеальной кожи. Либо использовать для не очень хорошие, но только на праймер. Смотрите, он довольно такой влажный, хотя, в принципе, он, не знаю, при первом, втором нанесении мне показалось, что вообще не дает влажности. Просто сейчас у меня еще и крем такой плотный, густой. Уход я имею в виду. И дающий сияние. Поэтому вот на этот крем хорошо наносится. Давайте сюда еще. На лоб, конечно, надо. Вот. И чтобы все вместе приклеить, так как я не загорела уже, сказала, я вот сюда тоже продолжаю. Нужно, чтобы так было, чтобы приклеилось лицо к шее. Можно и сюда, можно и сюда. Вот. Ну вот. По-моему, очень неплохо получилось. Вот просто его прям полноценным тональным кремом я не назову. Это Fluid, потому что он очень, очень легкий. В принципе, так здесь и заявлено. It's in Radiance Skincare Foundation. И клад, дающиеся сияние. Ну, сияние, как мы видим, есть. Потом он усаживается, его становится меньше. А еще можно было бы нанести его также бьюти-блендером. То есть, я так часто делаю. Я сначала чистым бьюти-блендером прохожусь, где консилер. Потом, где тональный. Кстати, это дает такую прямо усадку очень хорошую. И потом я наношу еще и скульптор. Давайте я вам покажу скульптор. Бисквит Вестман Ательер. Вот так вот он выглядит в черном, красивом одеянии. Вот такой оттенок. Идеальный, правильный оттенок. Но так как у меня есть пробничек, я буду использовать его. Я люблю, конечно, такие скульпторы наносить прямо из стика. Но так как он у меня пробник, я вам покажу просто цвет. Просто он еще не закончился. У меня много их, и я себе пока не оставляла. Но представление имею о нем. Вот такой вот он красавец. То есть дополнительно к тому, что у меня уже получилось с загорелым лицом, я еще делаю себе загар. Сюда можно нанос придать более правильную форму. И растушуем. Сейчас я могу сказать, что очень-очень популярно. И вообще девушки все озабочены именно контурингом. И таким незаметным. Не как у Кардашлина, просто как будто это ваша естественная форма лица. Но все используют именно для кожи все. То есть скульпторы, хайлайтеры, бронзеры, пудры, вуалевые. В этом плане, конечно, очень хорош слон от Ауэрглесс. Там есть все сразу в одной палетке. И смотрите, что я делаю дальше. Есть здесь какие-то неровности. И я опять этим же бьюти-блендером, то есть я его не мою, потому что это не нужно. Был сначала светлый тон, это консилер, потом потемнее это тональный и контуринг, скульптор. это совсем темный цвет. И все, и все вместе, вот так вот, с самой большой площадью можно вот так сделать. И все, совершенно нет никаких линий. Все, мне очень нравится, как получилось. Я хотела вообще похвалить еще этот консилер. Знаете, почему? Потому что мне кажется, что он делает вот эту зону отфотошопленной. Вот такое ощущение, что он просто вытягивает на поверхность, ну как все светлое. И вот этой вот разницы впадин нет. Даже если они есть, он делает так, как будто их нет. Очень мне понравился этим вот этот консилер. Просто идеальный. Я его назову идеальным, пожалуй, да, это так. Потому что пользуюсь уже больше двух недель, и ни разу он меня не подвел, ни разу мне не показалось, как иногда бывает, даже довольно-таки часто бывает, что один день нравится, другой раз нет. Мне нравится он все время, как и Бека. Всегда есть тот результат, который я от него жду. И тональный 812 от Марии Голланд сегодня мне тоже очень нравится. Именно потому, что я нанесла его этой кистью. Пальцами не рекомендую. Он как будто бы немножко неравномерно распределяется. Я даже подумала, что возможно это будет первый продукт, который совершенно мне не понравился. Но вот могу сказать теперь точно. Подбирайте правильную кисть, выбирайте правильный оттенок. Мне сказали, что разница между двадцаткой и тридцаткой небольшая, поэтому я на лето выбрала 30, у меня слишком много светлых тональных. Вот. И все получится. Очень красиво тогда он ложится. Ну и дальше я уже буду делать макияж, но я, наверное, вам его показывать не буду. Вот у меня наконец я добралась до него. Это карандаш от Эктории Бекхэм. Именно серый, вернее он черный, с крапинками серебристыми. Получается как будто серый. Я делаю небольшие стрелочки с растушевкой, мне очень нравится такой эффект. Вообще, когда челка, когда черные волосы, мне очень это нравится. Вот смотрите, даже просто я его наношу довольно-таки хаотично. Он очень мягкий, очень хорошо распределяется. И потом беру с этой стороны губку, такую вот родную, ничего больше, даже другого не надо, и распределяю. И мне, знаете, еще эффект, какой нравится у этих карандашей, то, что вот эта губка как-то как будто съедает часть цвета, а вот именно здесь остается. То есть, получается здесь очень черный оттенок, черный цвет, а вот здесь потом уже идет растушевка легкая. Ну, вот так, по-моему, очень красиво. И этот блеск на глазах, как будто тени. Можно поверх еще потом наносить тени. Вообще, этот карандаш, он универсальный. Его можно использовать как для подводки. Можно, ну, просто зафиксировать чем-то, чтобы не потек, чтобы вы его нечаянно не, чтобы вы его нечаянно не размазали, потому что, я уже сказала, это каял, и он довольно жидкий. А когда фиксируете тенями, то уже никуда не сдвинется. Ну, и плюс использовать его как подложку, конечно, и еще использовать его по нижнему веку. Ну, с вкраплениями серебряными, вообще, с любыми, я его не рекомендовала наносить его внутрь, по нижнему веку. Хотя, вчера именно так и сделала, в глаз ничего не попало. Но, все равно, это довольно проблематично. Лучше взять обычный черный карандаш, который я очень люблю. Он самый густой, самый черный из всех карандашей, которые я видела и пробовала когда-либо. Давайте, уже раз я начала, и здесь тоже сделаю то же самое. Вот так, макияж уже, в принципе, готов сделать. Осталось реснички и губы накрасить. Можно даже не красить. Вот так, для лета это нормально. А еще можно взять хайлайтер, лид от Виктории, от Вестман Ателье и нанести его вот сюда. Вот. Очень нравится мне вот на переносице, когда вот так вот подсвечено. И вот сюда чуть-чуть. Это хайлайтер, который просто дает сияние, свечение даже больше, влажное. Больше ничего. Здесь нет никакого цвета. Это не те хайлайтеры, которые мы привыкли видеть и знать. Я ее уже тоже показывала. Я в последнее время что-то так полюбила вот эту помаду. Это помада Wedding Bells. Помаду, которую любят невесты от Шарлотты Тильбери. Я ее использую вместе с карандашом двоечка от Виктории Бекхэм. Сейчас покажу, как это смотрится. Немножко убрала бальзам. Обожаю этот карандаш. Он в меру мягкий, просто идеальный и для растушевки, и просто как карандаш для контура. Годен в любом случае. Так. И теперь помаду. Это матовая помада, хотя я бы ее назвала полуматовой. А на бальзам так она вообще не матовая. Вот. Я показываю ее именно на бальзам, потому что я просто так ее показывала уже. Можно найти мои видео, где я ее демонстрировала. Вот сейчас на бальзамчик. Все. Образ готов. А еще ресницы, но это я уже без вас. Буду использовать буду использовать Гуччи. Люблю ее летом, потому что она не дает такого вечернего макияжа, эффекта наращенных ресниц. Она дает легкий эффект и подкручивает хорошо. Довольно-таки неплохой объем, но при этом она не чрезмерна. Вот этим она мне очень нравится. И нравится еще, конечно, ее вид. Очень красиво. Вот об этом уходе за волосами я мечтала. Прямо так у меня в списке желаний было давно. И вот я наконец его купила. Вот такой вот набор миниатюр по 80 миллилитров. И я разочарована. Потом мне написали в инстаграме, что я неправильно просто подобрала, потому что это балансирующий уход. Он больше подходит для тех, у кого проблемы с волосами, у кого проблемы с кожей головы. То есть он восстанавливает баланс, если у вас зуд, если у вас шелушение, покраснение, перхоть. В общем, для подростков это идеально. Поэтому я решила отдать Мирославе. Не буду мучить ни себя, ни свои волосы уходом, который мне просто не нравится. Он обычный. В принципе, я не могу сказать о нем ничего плохого. Это не какая-то дешевая марка с плохим составом. Нет, это хорошая марка японская. Но просто мне совершенно не подошла, потому что, ну неправильно, видимо, подобрала. Но честно говоря, я больше даже не хочу пробовать, потому что я поняла, что это просто люкс. Такой симпатичный обычный люкс. Но когда ты пользуешься нишей, я так это называю, чем-то больше, чем люкса, то на люкс уже тоже не хочется падать. Поэтому для Мирослава, мне кажется, будет идеально. Единственное, что мне очень нравится в этом уходе, это вот эти вот пузыречки. Эти такие прям милые. Аромат тоже не очень понравился обычный. Еще один уход. Быстро пробежимся под тем уходом, который на меня не произвели впечатления. Этот уход тоже заявлен какой-то лечебный. Так, я не помню даже, какой я купила. Обычно увлажняющий, оздоравливающий я купила, шампунь и увлажняющий кондиционер. Этот уход, вот он хорошо, очень пахнет, очень приятный. Упаковочки, посмотрите, какие интересные. Но тоже обычный. Вот если бы я, наверное, не знала всего остального ухода, я бы сказала вам, что хороший уход, прямо классный, люкс. Но так как я уже знаю, что это получше, то этот уход, ну просто уход, да и все. Так пахнет, на самом деле, пахнет, конечно, очень приятно, просто очень. Уход такой, помыл и забыл. Просто для того, чтобы помыть голову, я не люблю такие, такой уход. Но знаете, ко мне приехала подруга, и думаю, почему так пахнет? У меня он упал и наконечник где-то потерял. Сейчас найду, но вот поэтому так пахнет. А вот это вот средство, это от выпадения волос, для предотвращения выпадения, правда, пару раз только использовала, и забыла, потому что мне другое есть. Но вот нужно будет воспользоваться. Если я пользуюсь этим средством, то уход должен быть тоже вот этот. Редко использую. Но знаете, хочу вам сказать, что приезжает ко мне подруга моя, да, и говорит, какой ты мне шампунь, дашь сегодня помыть голову. И я ей даю какой-нибудь шампунь. И она в таком восторге диком от обычного люкса для меня. Поэтому иногда мое мнение все-таки оно больше для тех, кто тоже, как и я, много-много чего-то пробовал. И вот такой, ну, как люди, которым все не то, все немножечко не то. Вот для вас этот уход будет таким же, как и для меня. А для тех, кто мало пробовал, я думаю, что он вам очень понравится, потому что, ну, уход достойный, правда, классный. Дальба называется. Правда, я даже не могу сказать ничего плохого о нем. Он хороший, хороший люкс. Например, про вот этот я могу сказать, мне вообще не понравился. А этот понравился, он на самом деле достойный. Ну, просто вот, я знаю, что это будет мимо меня. Вот я его не запомню. Вот так. Вот еще у меня есть один уход, который тоже не произвел никакого впечатления Рахова. Рахова. Как я мечтала об этом уходе. Думала, просто куплю столько отзывов, вообще просто ноль. Но, я должна вам сказать, что у меня классический шампунь. Обычно классический шампунь, это не такие направленные шампуни на какую-то проблему, а просто шампунь. Поэтому они почти всегда бывают никакими, если только у вас не натуральный цвет волос и вообще никаких проблем. У меня пористые, тонкие волосы, все-таки, наверное, просто не для меня. Если у вас хорошие волосы, некрашные, то тогда рекомендую попробовать. Представляете, я даже забыла, как пахнет. Пахнет очень приятно. Мне почему-то жвачку напомнило, но не сладкие жвачки. Давайте перейдем теперь к тому, что на меня произвело огромнейшее впечатление. Уже который раз я снимаю видео и говорю, надеюсь, это видно, что волосы так блестят. И это вот самый лучший уход, который был у меня для волос и который сделал из моих волос действительно блестящие, послушные, гладкие волосы, несмотря на то, что здесь немножечко все-таки они вот так вот, ну, это просто они там растут, некоторые оторвались и вот, смотрите, они какие гладкие, струящиеся, прям такие, не знаю, я в восторге. Мне кажется, это максимум, что может дать уход моим волосам. Давайте все-таки будем немножко более такими объективными и будем понимать, что у меня не густые волосы, не какая-то прекрасная шевелюра, которую помоешь хозяйственным мылом и она будет шикарно сиять. У меня волосы очень блестящие от любого почти ухода, но иногда они выглядят какими-то нездоровыми. Вот этот уход дал именно максимум. Они выглядят здоровыми, да, они также по-прежнему тонкие, они по-прежнему пористые, но вот этот уход как-то это все умело скрывает, как хороший тональный, например, скрывает не очень хорошую кожу. Вот так. Теперь я покажу, что это. Итак, у меня здесь целая система. Я себе какой-то прописала протокол, но я его прочитала на сайте, и этот протокол идеально подошел для меня. Все-таки на самом деле нужно выбирать то, что подходит именно вам. Итак, видите, вишенку на торте оставила в конце. Кто пролистал, очень зря. Это марка Филибби. И первый этап это шампунь Пепперминт, авокадо. В общем, авокадо известный шампунь, он с ментовом, не смотри. В общем, это шампунь, который идет как очищение, как первый этап. Такой холодок, даже когда попадет где-то около глаза, я так стараюсь не открывать, потому что начинает чуть гореть. Но это приятно. Не горит, даже холодочек такой дает. и сразу как будто поры очищаются, и кожа головы дышит. И вот на это вот все мы наносим второй этап. Я уже вам его показывала, вот этот вот. Вот теперь я поняла, почему это дорогой уход. Это Russian Ember. Самая дорогая линейка в этой марке. Там еще есть белый трюфель, но кажется, это дороже. Вот этот шампунь, я уже вам показывала, он не течет, он просто великолепен. Его нужно вот так вот подздеть и растереть между ладонями. Пахнет, тоже очень нравится мне как. Между ладонями растираем и потом наносим вот везде, везде, везде. Совсем чуть-чуть нужно. Создается густая пена и потом держим три минуты на голове и смываем. Следующим этапом идет вот этот вот кондиционер для блеска волос. Называется он УД. Пахнет великолепно. Он золотого цвета. И потом когда смываешь просто вот так тоже течет все, как будто волосы становятся струящимися, супер гладкими, нереально прекрасными и в душе, и после душа. Я в восторге. Я берегу этот уход, потому что у меня вот этот пробник и я хотела купить 88 миллилитров есть, но нигде нет, ни на каком сайте уже все. Везде салдаут и придется купить 355 миллилитров. Не знаю, может быть с кем-то на пару куплю, там 11 тысяч он стоит, но хотя для такого ухода, который мне понравился больше всех из всех вот за всю мою жизнь, которые у меня были, конечно, это небольшие деньги. Я, наверное, все-таки куплю, может быть, когда хотя бы закончится пара у моих уходов, потому что, ну, их очень много, нужно, то есть знаю, что я перейду только на этот, а потом все будет лежать. В общем, вот это, трио, самое лучшее, что случалось с моими волосами. Я тоже вам очень рекомендую, но не знаю, будет ли у вас такой же эффект, вот у меня именно такой. Потом еще утишок, Клод Найн, просто великолепно. Еще у меня есть вот этот вот шампунь Форава Шай, он тоже дает волосам блеск, ну, вроде бы нравится, но как-то его я не могу советовать. Какого-то от него такого, я не заметила, суперрезультата. Хотя я тоже мою вот этим, вот этим, ну, то есть, если у вас не будет этого, вполне можно заменить и вот этим шампунем, то есть, вот такое вот. Но все-таки я бы, конечно, рекомендовала Решен Эмбер. Еще есть маска для волос Решен Эмбер, но я ее тоже не купила, вот не знаю, надо ли. Что-то жмусь. Посмотрим, может быть, куплю. В общем, вот такая вот у меня сегодня рекомендация, такое радостное, радостное событие. Еще я вам хочу показать вот это, это японская пенка для умывания, которая произвела на меня тоже очень хорошее впечатление, такая приятная, красивая упаковочка. И давайте откроем. Наконец выброшу эту упаковку. Уже порядком надоело. Вот такая пенка. Для меня она оказалась очень неэкономичной, потому что я пользовалась просто утром и вечером и практически в течение месяца только этой пенкой и по многу, хотя хватает всего лишь одного нажатия. Но я по три нажатия почему-то не знаю, почему так везде хотела пользоваться, вот так она мне нравится. Красивая упаковка, хрустальная практически, хотя это пластик. Вообще японцы любят вот такие вот дела, как огранка какого-то камня. Прекрасного им. Бриллианта, конечно. Здесь 150 миллилитров. Пахнет очень нежно, воздушно, прозрачно и пахнет как профессиональный уход. Мне кажется, что это и есть профессиональный уход, вот эта марка. Она очищает волосы, хотя бы сказать, лицо не до скрипа, но до нужной чистоты. Я очень люблю вот это ощущение, это состояние, да, ощущение свежести, до чистоты, не до скрипа, когда скрип все-таки и такими средствами нужно пользоваться только иногда. Например, бабр, энзимная пудра очищает до скрипа, но это действительно только иногда, потому что мне кажется, что снимается весь пиаш, нужный нам, а вот эта пенка работает очень аккуратно, причем дает все-таки свежесть и прекрасно очищает. Очень хотела вам ее тоже порекомендовать. А еще знаете, что хочу вам показать, тоже японская, купила уже на зоне, вот такие вот, как их зовут, ватные палочки, как они подходят под мой, вообще, под сегодняшний весь фон и под ногти, черные с белым. В общем, они черные, есть и белые, они одинаковые, сейчас покажу их поближе, вот. Тут такие потолще, такие навинчанные, здесь обычные, очень-очень мне нравятся, оказывается, черненькие, чуть потоньше, чем беленькие. Очень мне нравятся, потому что здесь негнущиеся палочки, вот просто они шикарные, я очень не люблю, когда гнется, я не понимаю, зачем эти палочки, они какие-то недоделанные, а вот эти идеальные. Так что запоминайте, заскриньте, можете приобрести, также на зоне, как и я. Я раньше заказывала в Японии, но зачем долго ждать, когда можно заказать у нас. Цена тоже там какая-то очень хорошая, адекватная. Теперь давайте перейдем все-таки к покупкам, давно не было этой рубрики. Великолепная сумочка от марки Mark Cross. Не знаю, даже знает ли кто-то из вас эту марку. Я обожаю, когда никто не знает. такая вот распаковочка у меня. Обожаю, потому что я не люблю, я уже говорила, слишком известные у всех на слуху бренды. вот такая сумочка. Сумочка, чемоданчик. Как она мне нравится, я ее очень давно хотела, это дорогая марка, и я не позволяла себе ее, скажем так. но потом я подумала, что все-таки я достойна. Смотрите, она даже как чемоданчик сделана, потому что здесь вот такие вот есть металлические наклеечки, ножки, для того, чтобы сумка не царапалась, когда мы ее ставим. сумка это американского бренда Mark Cross. Названа она в честь сына основателя Генри Кросса. Как мы понимаем, сын у него был Марком, единственный сын. Основана в 1845 году. То есть, это такая история. И чем-то эта история перекликается с Эрмес, потому что Эрмес тоже не производили уздечки для лошадей, седла, да, по-моему. И вот здесь тоже уздечки, ремни. В общем, для лошадей. А потом уже переключились на изделия из кожи, только уже вот на женские сумочки. Можете зайти на сайт, посмотреть, там очень-очень много красивых сумок. Мне нравится именно вот этот вот цвет, именно вот это оформление, черная сумка, именно вот, я хотела сказать, не цвет, а качество кожи такое именно. Именно что белым прошито, с моими черными ногтями опять-таки очень созвучно. Мне она очень нравится. Просто вот очень. Посмотрим, как она открывается, очень легко. Посмотрим ее в детали. Здесь вот такой один ремешок, его можно сделать больше-меньше. Вот такая вот штука, а здесь ключик. Открывается легко, одним движением. Внутри она просто очень хороша. Красная, как лобутен. Здесь у нас идет, перекликается. один кармашек. Здесь у меня там карточки. Просто как чемоданчик. Там у меня уже здесь кое-что не будет показывать содержимое. Она очень вместительна. Вот просто я сначала думала, что же я в нее буду класть. На самом деле, прямо вот, действительно, как косметичка. Здесь нужно много чего положить. И так вот она удобно открывается и закрывается. Единственное, я боялась, что когда я буду ее носить, вот так, если я открою, что она откроется и прям все выпадет. На самом деле, нет, здесь есть вот такие вот, нельзя как это назвать. В общем, вот, то, что вы видите, и не дает до конца открыться, и ничего не выпадет из вашей сумки. Можете не бояться. Теперь, может быть, даже я буду носить помаду хотя бы. Это у меня все маленькие сумочки. У меня сумки-кошельки. А вот это вот прям сумочка. И здесь, посмотрите, ключ. Я не знаю даже, какой он характер, но я не пробовала. Здесь есть, правда, вернее, это ключик к замочку. Может быть, не будет открываться. честно говоря, мне это и не нужно. Что-то я его покрутила, он никак не реагирует. Может быть, это просто такая красивая деталь. Ну, скорее всего, даже так оно и есть. В общем, такая вот прекрасная покупка. Напишите, знаете ли вы что-то об этой марке? И вообще, как она вам... Я покажу фото, как она смотрится на мне. Просто у меня такой вот восторг. И очень-очень давнее мое желание. Можно сказать, уже давно, еще зимой, я купила очки Селин. Но вот сейчас я хочу их продать, потому что все-таки они мне немножко большеватые и не очень подходят. Но вообще, очки очень красивые. Я поклонница марки Селин в очках. Очень мне нравится, потому что у меня много очков Селин. Это четвертый, по-моему. Вот. Чехол очень удобный. Так, давайте я вам покажу эти очки. Вот. Прекрасные. Тогда, правда, у меня не было челки. Наверное, было бы и сейчас лучше без нее. Вообще, я, знаете, люблю очки, когда я поднимаю волосы. Вот такие. Форма очень красивая. Ну, я люблю, знаете, в эфире вот это сделать все, потом поправляться три часа. Роскошные очки, действительно, нужно сказать, потому что марка Селин вообще выпускает очень красивые очки. и я обожаю именно в пластиковой черной оправе очки. Это моя слабость, моя страсть. Очень нравится. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.